О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещение дух И опыт, сын ошибок трудных И гений, парадоксов друг И случай, бог, изобретатель Александр Сергеевич Пушкин Добрый день! Наша сегодняшняя передача Очевидно невероятно Посвящена Солнцу Солнцу Мы пригласили Владимира Дмитриевича Кузнецова Директора Института земного магнетизма И аэросферы распространения радиоволн А Сергей Иванович Авдюшин Является директором Института прикладной геофизики Сейчас Солнце проходит через стадию Минимальной солнечной активности Пятен практически нет уже в течение многих 200 дней, по крайней мере С будущего года начнется активация Солнца Это некий переходный период И второе, о чем мне хотелось бы поговорить Может ли быть серьезное изменение климата Земли Связано с самим Солнцем Что вы сейчас можете сказать о состоянии Солнца? В данный момент Солнце, как вы уже сказали Находится в минимуме солнечной активности Только что закончился 23-й цикл солнечной активности Его максимум был в 2001 году Сейчас мы детально будем наблюдать 24-й цикл, который наступит Понятно И вот фазу этого спада, этого цикла 21-й Активно исследовал наш спутник Коронасев И вот мы действительно сейчас имеем практически рекордный период Минимума за все наблюдение А вот эти 200 лет как выйдут с наблюдения Солнца? Да, с декабря 2006 года на Солнце практически нет солнечных пятен Нет вспышек и так далее Хотя в последнее время стали появляться очень маленькие пятна Они, правда, быстро исчезают Солнце просыпается? Да, просыпается Появляются маленькие вспышки Они, правда, быстро исчезают Но это уже пятна нового цикла Но пока еще Солнце затаилось И еще какое-то время, видимо, этот минимум будет продолжаться И есть предсказания относительно того, какой может быть этот 24-й цикл Вот эта высота цикла характеризуется числом, так называемым числом Вольфа Вольфа, эффективное число солнечных пятен максимум И по одним прогнозам это где-то 80-85 А по другим это где-то 140 Даже как в Метеорологии на Земле не очень точно атаки на Солнце Но если говорить о теме сегодняшней беседы о влиянии Солнца на климат, на Землю То, конечно, здесь таким параметром является так называемый интегральный поток Излучения Солнца Который, иначе называют солнечное постоянное В космосе Это 1,4 примерно киловатт на квадратный метр А вот, скажем, на широте Москвы Вот до нас уже через атмосферу доходит примерно 800 ватт И солнечная постоянная действительно, она постоянно Вот Солнце изучает постоянно, если не говорить То есть нет 11-летних или 22-летних циклов Вот это, значит, вопрос до сих пор обсуждается И он связан с тем, что мы не можем же измерить по всей сфере вокруг Солнца, как меняется поток Потому что мы измеряем только с орбиты Земли Вот последние измерения, которые были выполнены с помощью космических аппаратов Вот за последние 20 с лишним лет Они говорят о том, что Солнечная постоянная с очень высокой точностью Вот она не изменяется в течение последних 20 с лишним лет Очень высокой точностью она постоянно Но Земля может, вот, как мы знаем, она и наклоняется, и удаляется в течение года И потом еще прицессия Да, это все, есть вот так называемый цикл Миланковича Когда есть нутация, есть прицессия Вот это все астрономические факторы вращения Земли вокруг Солнца И это все, поскольку расстояние меняется, угол наклона меняется Изменяет вот этот поток интегральный, который падает от Земли Да, который мы видим уже Ну и вот в классических теориях климата, как мы знаем Это вот служит как бы причиной того, что может что-то меняться Если говорить о такой шкале очень большой времени, миллиарды лет Вот если, так сказать, присмотреть Солнце как звезду Да То мы знаем, что Солнечная постоянно очень сильно менялась и будет меняться И, конечно, мы, наверное, сегодня не будем об этом говорить А если вот происходит изменение климата на меньших временах Вот на нашей жизни, мы видим это То, конечно, вопрос интересный, а с чем же это связано действительно? И здесь много существует гипотез, которые, наверное, мы можем сегодня рассмотреть Но, может быть, мы прежде чем это говорить Объясните, почему вот откуда возникает 11-летний цикл на Солнце? Это, так называемый, магнитный цикл У Солнца есть поле Вот оно выглядит такое глобальное поле, оно является дипольным И на Солнце действует динамомеханизм Да Там внутри Солнца, в недрах Солнца имеется, так называемое, дифференциальное вращение Оно вращается не как твёрдое тело Одни свои вращаются быстрее, другие медленнее Это всё закручивает вот это дипольное поле И оно, значит, таким образом эволюционирует, что появляется вот этот вот 11-летний цикл То есть меняется Солнце с периодом 11 лет А планеты как-нибудь влияют на... Включение специалистов, что вот на данном, что, в общем, дано не влияет Хотя эти гипотезы остаются Есть довольно интересные гипотезы, например, что Солнце вращается вокруг центра масс Солнечной системы Ну, естественно Который находится внутри самого Солнца на очень близком расстоянии от центра Да И вот это движение иногда может, поскольку планеты перемещаются, то этот центр масс тоже перемещается И иногда это вот движение может носить такой стахастический характер И это вот, в частности, рассматривается одной из причин, почему могут происходить сбои Вот в такой регулярной динамике Солнца и вот в солнечном цикле В типом Маундеровской минимуме Вот типом Маундеровской минимуме Хотя есть и другие гипотезы, связанные с тем, что мы видим, что циклы все по высоте разные Ну, это вот рассматривается вот в этой теории динамо, как некое такое, ну, на научном языке Нелинейная эволюция Да, нелинейное влияние вот на модуляцию, нелинейная модуляция солнечного цикла И здесь как раз есть такие теоретические схемы, что происходит такая, как бы, периодическая эволюция Солнца Солнечный цикл, и потом из-за нелинейности возникают такие заходы его в нулевое значение поля, когда, как бы, прекращается А, и тогда такая бифрукация Да, 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 вот бифрукация То есть есть две особые точки, вокруг которых вот движется цикл А потом с очень малой частотой, то есть очень редко происходит такое явление, когда решение возникает вокруг нулевого поля Солнце светит даже злым Сенека В истории этих солнечных циклов был такой маундерский минимум Примерно с 1640 по 1710 год, это 70 лет, когда, по утверждению многих ученых, не было пятен Но самое главное, что, вот, казалось бы, и солнечное постоянное, мы знаем, в цикле не меняется Обсуждается только одна десятая процента Да, тысячная Да, да, и вроде бы в период маундера, вот, маундерский минимум тоже оно не должно было меняться Вопрос, почему тогда по описаниям в это время на земле был холод? Малый ледниковый период даже его так называют? Вот, были описания всех регионов земного шара, где никогда не было зимы, катались на коньках, замерзали реки, на Средиземном море И тогда, это вот тоже интересная гипотеза, значит, как же так солнечное постоянное не должно было меняться? И на Средиземе не менялось? А на Солнце вот не было пятен, а вдруг на земле... А что-то происходило? Вот есть гипотезы какие? Вот я уже сказал, что солнечный цикл, это связан с глобальным магнитным полем Если не было пятен, то магнитное поле Солнца было ослаблено А магнитное... Мы живем в короне Солнца и тоже в магнитном поле Солнца Оно распространяется очень далеко в гелиосфере, так сказать, оно как бы нас загораживает Вот, в частности, от тех космических лучей, которые приходят к нам из всей Солнечной системы, из галактики Вот если поле сильное, и на Солнце есть пятна, оно рекланирует Да, так же, как на Земле Старше, как на Земле, да Оно рекланирует А если, вот, как бы, в период Маундера пятен мало и поле слабое на Солнце, то он не рекланирует И космические лучи больше попадают на Землю Да А есть также вот и другая гипотеза о том, что облачность очень сильно зависит от проникновения космических лучей в атмосферу А вот это любопытно, это же, наверное, больше по вашей части, да? Да, но как раз это вот... У меня даже докторант на эту тему защищал Да Готовил диссертацию И мы сделали именно сопоставление влияния именно притока галактических космических лучей к Земле Да И глобальной облачности И оказалась хорошая корреляция здесь Да Поэтому, как бы, приток галактических космических лучей может увеличиться на 15% Вот даже так вот? Да, и в связи с этим увеличивается облачность А это что, связано с подогревом верхних слоев или инициацией дополнения? Значит, заряженные частицы, они как создают ядра кристаллизации С конденсацией, как в Ирсоновой камере Есть так называемые пересыщенные Они стабильные такие Да, которые, да Которые, да, пересыщенные Вот это видно на трехах самолетов Да, вот, да Самый типичный случай Это типичный случай, да Вот когда, ну, это, как бы, такое неординарное вторжение Да Сразу виден эффект Сразу виден эффект, да Вот, образование облачности А в результате эта облачность Ну, серебристые облака могут быть там Понятно В связи с этим образованы Ну, кстати, там 30-40 километров Да, да, 100 километров приблизительно Понятно И приток при этом Альбедо земли увеличивается Земли меняется довольно сильно Да, и очень много, значит, уходит Обратно Обратно в космос Того тепла, который мы получаем от Солнца Вот, ну, и, конечно, здесь большую роль уже будет Это вот влияние, будем говорить, солнечной активности А когда Солнце активно Да То, наоборот, получается, что Оно приваливает Оно выметает, как бы А, вот это самое Да Космические лучи Космические лучи Галактические И тем самым Уменьшается Уменьшается количество Олинизирующих частиц И прозрачность атмосферы увеличивается У Солнца есть только один недостаток Оно не может видеть самого себя Сократ Очень многое еще зависит Не то, что Солнце нам дает А как мы распоряжаемся Академик Будыков Эти парниковые газы Еще давно уже написал, что будет подогрев земли за счет парниковых газов Это действительно наблюдается Я понимаю Ну вот В какой мере Вот сейчас Я бы сказал так Что идет Такая необъявленная борьба Между естественным изменением прозрачности атмосферы И антропогенной И антропогенная часть Она больше политизирована Да, к сожалению Вот это очень важно Это замечание Она теряется научная объективность Научная объективность Да, объективность Эта ненаучная часть Она иногда так влияет достаточно сильно Да Поскольку если ограничивать выбросы То нужно ограничивать выбросы всех государств А хотя с политической точки зрения У нас сейчас есть обязательные страны Которые ограничили Подписали протокол Да И есть развивающие страны Причем колоссальные растущие энергетики Как Китай и Индия И, как говорят, к ним Китай Который выбрасывают больше, чем надо Поэтому вот этот вопрос Он, конечно, очень, я бы сказал, дискуссионный И вот моя прочка зрения Что, конечно, сами геофизические эффекты Они могут влиять на вот эту вот систему Альбедо Отражение Достаточно серьезно И сравнимо иногда с тем Что делается у нас в антропогенной части Да Понимаете? Вот мы отметили, как солнце, активность, пятна Могут влиять на землю, на климат Да Но здесь следует сказать, что вот солнечные циклы И активность, которая происходит Они носят периодический характер Да А климате обычно говорят, когда говорят о периодах больше 30 лет Да Поэтому тут все циклы, то есть, как бы, так сказать, усредняются Вот обсуждаются и другие циклы на солнце Там боковой, там примерно 80, 90, 100 лет называют Есть такие циклы? Такие циклы в последнее время обнаружены, но они обнаружили в последнее время И наблюдалось всего два с половиной периода То есть, два с половиной циклов Да И, конечно, очень хорошо Это как раз вот Если взять по максимуму активности Солнца Да Но ученые говорят, что это пока недостаточно Солнечная цикла не может внести каких-то там роста какого-то Он может модулировать Да Вот А с чем могут быть связаны тенденции Вот повышение, скажем, температуры, потепление Или, наоборот, похолодание Ну, одна из гипотез стоит в том, что вот Могут происходить такие вот изменения, как бы, солнечные постоянные И земля не является устойчивым по отношению к понижению температуры Вот это интересно, конечно, понять И я хотел сказать о том, что вот солнечный цикл Он не может каких-то тенденций вызвать в изменении климата Хотя есть и другие аргументы Вот почему может меняться, вот в частности, климат Мы вот сказали о балбаках, о космических лучах То, что происходит в атмосфере И наряду с тем, что солнце, солнечная активность сможет на это влиять Есть и другие аргументы Вот, например, Земля вместе с Солнечной системой Вращается вокруг центра галактики И вот сейчас астрономы Там периодка 200 тысяч лет, по-моему Да, да Астрономы установили, что Солнечная система вместе, естественно, с Землей Входит в такой рукав уплотнения галактической среде И это связано с тем, что наша гелиосфера, в которой мы находимся Это как бы граница, которая образуется между солнечным ветром, который дует из Солнца И межзвездным газом, который останавливает Восстанавливает Да, это примерно 100 астрономических единиц А, даже так? Да, да, это граница Солнечной системы А, да, есть граница Солнечной системы Да, вот там, где солнечный ветер преобладает, это Солнечная система Понятно Гелиосфера И поскольку мы входим в более плотную межзвездную среду То, естественно, происходит сжатие этой гелиосферы, гелиопауза уменьшается И также меняются условия рассеяния этих галактических космических учений Также по-другому проникают в Солнечную систему и в том числе на Землю Я хочу сказать о том, что есть очень много, видимо, факторов, которые могут влиять на условия на Земле И мы в данный момент, может быть, не обладаем исчерпывающим набором данных Которые позволяют нам однозначно сделать вот такое анализ Потому что это не так, как в лаборатории Когда провели эксперимент, собрали все данные и дальше сказали, как вел себя образец А здесь, значит, мы находимся в динамической системе, которая постоянно меняется Конечно, вот это все интересно изучить для того, чтобы понять, а что ждет нас дальше И, конечно, мы в своих прогнозах, вот, в силу того, что у нас недостаточно данных Мы будем ошибаться Задача в том, чтобы это делать как можно меньше Но что делать в таких условиях, когда у вас нет полноты информации? Нужно продолжать набирать данные, и тогда другого пути не остается Да, так вот, поэтому и важно то, что вы делаете Да, по-прежнему, вот, очень много уделяется внимания вот исследованиям Солнца И целые фатилии космических аппаратов планируются для того, чтобы изучать И Солнце, и Земли Да, и атмосфера изучается, и химический состав И вот я даже знаю вот то, что рассказывал Сергей Иванович о космических лучах В лабораторных условиях ставятся эксперименты по тому, как происходит конденсация В больших камерах, да Если туда проникают энергичные частицы, вот, как космические лучи В лаборатории в Огнинске мы делали такие эксперименты Но я могу вот сказать, что Солнце, конечно, во-первых, то, что касается дотропосферы В влиянии Солнца, это установлено однозначно И, скажем, радиационная обстановка в околоземном космическом пространстве Именно определяется активностью Солнца Да, это опасность для работы Что хуже, солнечные пятна или вспышки в этом плане? Вспышки Вспышки возникают там, где солнечные пятна, магнитных полянов Да, да Вот, и это может привести и дополнительное получение дозы космонавтами И влияние на работу аппаратуры Космических аппаратов Космических аппаратов, да И нарушение радиосвязи, в частности, вот, ионосфера Да Которая изучает как раз Институт земного магнетизма Распространения радиоволн Да Я вот считаю, что это есть очень хороший детектор Который аккумулирует все изменения, которые происходят на Земле Интегральные Да И мы сейчас вот собираемся как раз Как бы наблюдать за ионосферой Детали Через радиосвязь Да И как бы снимать эту информацию из ионосферы И уметь определять, к какому явлению относится то или другое возмущение в ионосфере Понятно Вот эта вот задача как раз, кстати, стоит перед Институтом земного магнетизма И в вашем институте Прикладной геофизики, да Мы это вот как раз собираемся это все делать С помощью космической техники и наземных наблюдений Пьесы природы всегда новы Потому что каждый раз появляются новые зрители Иоганн Гетте Говоря о климате и влиянии Солнца Интересно, конечно, посмотреть на планеты Да Которые вокруг нас Венера, Марс Что там произошло Что там произошло Что нас ждет В глобальном плане Сейчас осваивается активно Марс То, что произошло на Венере Более-менее известно Там условия совсем непригодные для жизни Там высокая температура И там парниковый эффект Видео цветело почти Да, он фактически уничтожил там все Да Вот А мы, так сказать, тоже, в общем-то, ощущаем На себе парниковый эффект Но он очень маленький А там он был очень большой Да Вот Ну, на Марсе мы тоже, значит, вот ищем воду Значит, экспедиции многочисленные И признаки жизни И Ну, человечество рассматривает Марс как одну из планет Где могут быть созданы условия для жизни Но для этого, по крайней мере, действительно нужна вода Поэтому Марс так активно исследуется И вот пилотируемые полеты туда планируются Да Все, по-моему, измени пока уютнее Да Вот Поэтому здесь вот, если говорить о Климатологии в целом, так сказать, Солнечной системы Здесь, конечно, вот есть также еще планеты, которые несут в себе тоже много данных информации Где надо, так сказать, тоже проводить исследования тем, чтобы понять, значит, что там произошло Как эволюционируют сами планеты Да Что там произошло, что у нас здесь произойдет Как говорится, мы, ну, в общем-то, если так заглянуть уж совсем далеко И, так сказать, все сказать про Солнце Да Через масштабах миллиардов лет То мы знаем, что, значит, вот светимость Солнца будет постоянно увеличиваться Ну, вот на шкале миарадов лет увеличивается очень сильно Да Значит, на Солнце там выгорит все, весь водород Да Потом начнет водорогелий Да, да Оно расширится практически в конечном счете до... До... До Венеры До Венеры До Земли И до Земли И потом поглотить, правильно Землю, да, поглотить Землю Вот, и потом начнут выгорать там все более тяжелые элементы И вот отпадать в внешние оболочки То есть будет совсем не уютно Да, да, отпадать в внешние оболочки И потом он там превратится в белый карлик Вот, вопрос, значит, ну, такой, ну, так сказать, философский Что с человечеством Хотя, в общем, может гораздо раньше все произойти Вот тут и астероидная опасность И многое чего, так сказать, уже человечество напридумывало Что может грозить человечеству Но в таком, как бы, научном плане интересно, конечно, вот А что же, так сказать, вот Здесь, может, нужно как бы предпринимать Нужно ли осваивать другую планету И что там будет, какой климат Может, там возникнут условия для жизни Вот, в общем, здесь вот завязывается, так сказать, в эту проблему Значит, вот, как бы, и такие более широко Космосы уже почти философский вопрос Смысл нашей жизни Ну, это не столько смысл, а это уже, так сказать, вот вопрос, значит, как бы, так сказать, предписанное человечеству в земле И вопрос, значит, здесь нужно ли об этом думать вообще Потому что это действительно очень большие времена На этом мы кончим сегодняшнюю передачу Я думаю, что она все-таки утверждает Оптимистический сценарий на будущее Хотя бы потому, что мы дожили до этого момента в течение миллиона лет Так что я думаю, что на ближайшие тысячи лет У нас есть светлое будущее впереди нас До новых встреч, ножек и экран Субтитры создавал DimaTorzok Мы пригласили Владимира Дмитриевича Кузнецова Директора Института земного магнетизма и аносферы распространения радиоволн А Сергей Иванович Авдюшин является директором Института прикладной геофизики Сейчас Солнце проходит через стадию минимальной солнечной активности Пятен практически нет уже в течение многих 200 дней, по крайней мере С будущего года начнется активация Солнца Это некий переходный период И второе, о чем мне хотелось бы поговорить Может ли быть серьезное изменение климата Земли связано с самим Солнцем? Что Вы сейчас можете сказать о состоянии Солнца? В данный момент Солнце, как Вы уже сказали, находится в минимуме солнечной активности Только что закончился 23-й цикл солнечной активности Его максимум был в 2001 году Сейчас мы детально будем наблюдать 24-й цикл, который наступит Понятно И вот фазу этого спада, этого цикла 21-го Активность следовал наш спутник Короносев И вот мы действительно сейчас имеем практически рекордный период минимума за все наблюдение А вот эти 200 лет, когда вы идутся наблюдения на Солнце? Да, вот с декабря 2006 года на Солнце практически нет солнечных пятен, нет вспышек и так далее Хотя вот в последнее время стали появляться очень маленькие пятна Они, правда, быстро исчезают Солнце просыпается? Да, просыпается Появляются маленькие вспышки, они, правда, быстро исчезают Но это уже пятна нового цикла Но пока еще Солнце вот затаилось И еще какое-то время, видимо, этот минимум будет продолжаться И есть предсказания относительно того, какой может быть этот 24-й цикл Вот эта высота цикла характеризуется числом, так называемым числом Вольфа Вольфа, да Эффективное число солнечных пятен максимуми И по одним прогнозам это где-то 80-85, а по другим это где-то 140 Хорошо, как в материологии на Земле не очень точно, а так и на Солнце Но если говорить о теме сегодняшней беседы о влиянии Солнца на климат, на Землю То, конечно, здесь таким параметром является так называемый интегральный поток звучания Астрономические факторы вращения Земли вокруг Солнца И это все, поскольку расстояние меняется, угол наклона меняется Изменяет вот этот поток интегральный, который падает на Землю Да, который мы видим уже Ну и вот в классических теориях климата, как мы знаем, это служит как бы причиной того, что может что-то меняться Если говорить о такой шкале очень большой, времени, миллиарды лет Вот если, так сказать, присмотреть Солнце как звезду, то мы знаем, что Солнечное постоянно очень сильно менялось и будет меняться И, конечно, мы, наверное, сегодня не будем об этом говорить А если вот происходит изменение климата на меньших временах, вот на нашей жизни, мы видим это То, конечно, вопрос интересный, а с чем же это связано, действительно? И здесь, ну, много существует гипотез, которые, наверное, мы можем сегодня рассмотреть Но, может быть, мы прежде чем это говорим, объясните, почему, откуда возникает 11-летний цикл на Солнце? Это, так называемый, магнитный цикл У Солнца есть поле Вот оно выглядит такое глобальное поле, оно является дипольным И на Солнце действует динамомеханизм Да Там внутри Солнца, в недрах Солнца имеется, так называемое, дифференциальное вращение Оно вращается не как твёрдое тело Одни свои вращаются быстрее, другие медленнее Это всё закручивает вот это дипольное поле И оно, значит, таким образом эволюционирует, что появляется вот этот вот 11-летний цикл То есть меняется Солнце с периодом 11 лет А планета как-нибудь влияет на это? Вообще заключение специалистов Что вот на данный момент, что, в общем-то, оно не влияет Хотя эти гипотезы остаются Есть довольно интересные гипотезы, например, что Солнце вращается вокруг центра масс Солнечной системы Которые находятся внутри самого Солнца на очень близком расстоянии от центра И вот это движение иногда может, поскольку планеты перемещаются, то этот центр масс тоже перемещается И иногда это движение может носить такой стокхатический характер И это, в частности, рассматривается одной из причин, почему могут происходить сбои Вот в такой регулярной динамике Солнца и в солнечном цикле В типомаундерском минимуме В типомаундерском минимуме Хотя есть и другие гипотезы, связанные с тем, что мы видим, что циклы все по высоте разные Это рассматривается в этой теории динамо как некое на научном языке нелинейное влияние на нелинейное модуляцию солнечного цикла И здесь как раз есть такие теоретические схемы Что происходит периодическая эволюция Солнца, солнечный цикл И потом из-за нелинейного возникают такие заходы его в нулевое значение поля Когда как бы прекращается А, и это становится довольно сильно Да, и очень много, значит, уходит обратно в космос того тепла, который мы получаем от Солнца Вот, ну и, конечно, здесь большую роль уже будет это вот влияние, будем говорить, солнечной активности А когда Солнце активно, то наоборот, получается, что оно выметает как бы А, вот это самое, космические лучи? Космические лучи галактические И тем самым уменьшается количество генизирующих частиц И прозрачность атмосферы увеличивается У Солнца есть только один недостаток Оно не может видеть самого себя Сократ Очень многое еще зависит не то, что Солнце нам дает А как мы распоряжаемся, как земля распоряжается эта энергия Академик Будыков, эти вот парниковые газы еще давно уже написал, что будет вот нагревать Подогрев земли за счет парниковых газов Это действительно наблюдается? Я понимаю Ну вот, в какой мере вот сейчас, я бы сказал так, что идет такая необъявленная борьба Между естественным изменением прозрачности атмосферы и антропогенной И антропогенная часть, она больше политизирована Да, к сожалению Вот это очень важное замечание Она теряется научная объективность Да, объективность Эта денаучная часть, она иногда так влияет достаточно сильно Да Поскольку если ограничивать выбросы, то нужно ограничивать выбросы всех государств А хотя, с политической точки зрения, у нас сейчас есть обязательные страны Да Которые ограничили, подписали протокол Да, и есть развивающие страны Причем колоссальные, растущие энергетики Да, и припросы, как говорят, к ним Китай, который выбрасывает больше, чем надо Поэтому вот этот вопрос, он, конечно, очень, я бы сказал, дискуссионный И вот моя точка зрения, что, конечно, сами геофизические эффекты Они могут влиять на вот эту вот систему Альбеда, отражения Достаточно серьезно и сравнимо иногда с тем, что делается у нас в антропогенной части Понимаете? Вот мы отметили, как... Вообще-то заряженные частицы, они как создают ядра кристаллизации Конденсация, как в инстанционной камере Да, инстанционную камеру Вильсона Где мы, когда, если вы помните, на этапе нашего обучения Мы сами смотрели эти треки, которые образовывались в этой камере Да, локально Да, локально А там, в космосе Масштаб всей атмосферы А, как правило, на таких высотах, где образуется облачность Это в стратосфере в основном, в мезосфере Есть так называемые пересыщенные Нестабильные такие образования Которые, да, пересыщенные парами Вот это видно на треках самолетов Которые летят Самые типичные случаи Это типичные случаи, да Вот это, как бы, такое неординарное вторжение Сразу виден эффект Сразу виден эффект Да, вот Образование облачности А в результате Эта облачность Серебристые облака могут быть там Понятно В связи с этим образованы Ну, кстати, там 30-40 километров Да, до 100 километров приблизительно Понятно И приток при этом Альбедо Земле меняется довольно сильно Да, и очень много, значит, уходит Обратно Обратно в космос Того тепла, который мы получаем от Солнца Вот, ну и, конечно, здесь большую роль уже будет Это вот влияние, будем говорить, солнечной активности А когда Солнце активно Да То, наоборот, получается, что Оно приваливает Оно выметает, как бы А, вот это самое Да Космические лучи Космические лучи Галактические И тем самым Уменьшается Уменьшается количество Ленизирующих частиц И прозрачность атмосферы увеличивается У Солнца есть только один недостаток Оно не может видеть Самого себя Сократ Очень многое еще зависит Не то, что Солнце нам дает А как мы распоряжаемся Распоряжается Академик Будыков Парниковые газы Еще давно уже написал Что будет вот нагревать Подогрев земли За счет парниковых газов Это действительно наблюдается Я понимаю Ну вот В какой мере Вот сейчас Я бы сказал так Что идет Такая Необъявленная борьба Между Ральной Которая падает Которая мы видим уже Вот Ну и вот В классических теориях климата Как мы знаем Это вот служит Как бы Причиной того Что может что-то меняться Если говорить О такой Шкале Очень большой Времени Миллиарды лет Вот если Так сказать Присмотреть Солнце Как звезду То мы знаем Что Солнечное постоянно Очень сильно менялось И будет меняться И конечно мы Наверное сегодня Не будем об этом говорить А если вот Происходит Изменение климата На меньших временах Вот На нашей жизни Мы видим это То конечно вопрос Интересный А с чем же это связано Действительно Да И здесь Ну много существует Гипотез Которые наверное Мы можем сегодня рассмотреть Но может быть Мы прежде чем это говорить Объясните Почему Вот откуда возникает Одиннадцатилетний цикл На Солнце Это так называем Магнитный цикл У Солнца есть поле Вот Оно выглядит Такое глобальное поле Оно является дипольным И на Солнце действует Динамомеханизм Да Там внутри Солнца В недрах Солнца Имеется так называем Диференциальное вращение Оно вращается Не как твердое тело Одни свои вращаются Быстрее Другие медленно Это все закручивает Вот это дипольное поле И оно Таким образом Эволюционирует Что появляется Вот этот Одиннадцатилетний Цикл То есть Меняется Солнце С периодом Одиннадцати лет А планета Как-нибудь влияет на Вообще заключение Специалистов Что Вот На данный момент Что в общем Дано не влияет Хотя эти гипотезы Остаются Есть Довольно интересные Гипотезы Например Что Солнце Вращается вокруг Центра масс Солнечной системы Ну естественно Которые находятся Внутри самого Солнца На очень близком Расстоянии от центра Да И вот это движение Иногда может Поскольку планеты Перемещаются То этот центр Масс тоже перемещается И иногда Это движение Может носить Такой стокхатический Характер И это вот В частности Рассматривается Одной из причин Почему могут Происходить сбои Вот В такой регулярной Динамике Солнца И вот В солнечном цикле Типа Маундерской Минимум Типа Маундерской Минимум Есть и другие гипотезы Связанные с тем Что мы видим Что циклы Все по высоте Разные Ну это вот Рассматривается Вот в этой теории Динамо Как некое Такое Ну на научном языке Нелинейная Каотическая Революция Да Нелинейное влияние Вот на Модуляция Нелинейная модуляция Солнечного цикла И здесь как раз Есть такие Теоретические схемы Что Вот происходит Такое Как бы Периодическая Революция Солнца Солнечный цикл И потом Из-за нелинейности Возникают такие Заходы его Нулевое Значение поля Когда Как бы Прекращается А И тогда Такая Беспубликация Беспубликация То есть Есть две Особные точки Вокруг которых Вовремя Движется цикл И потом С очень Малой частотой То есть Очень редко Происходит Такое Общающим Набором данных Да Которые позволяют Нам Однозначно Сделать Вот такой Потому что Это не так Как в лаборатории Когда провели Эксперимент Да И можешь Собрать Все данные И дальше Сказали Вот как явился образец или какой-то а здесь значит мы находимся динамической системе который постоянно меняется конечно это все интересно изучить для того чтобы понять а что ждет нас дальше и конечно мы в своих прогнозах вот сила того что у нас недостаточно данных мы будем ошибаться задача в том чтобы это сделать как бы но можно меньше что делать таких условиях когда вас нет полноты информации нужно продолжать набирать данные тогда другого пути не остается да так вот поэтому и важно то что вы делаете по-прежнему вот очень много уделяется внимание вот исследованием солнца и целые фатилии космических аппаратов планируется для того чтобы и солнце и земли да и атмосфера изучается и химический состав и вот я даже знаю то что рассказывал сергей иванович о космических лучах в лабораторных условиях ставятся эксперименты потому как он происходит конденсация в большей серии магна если туда проникают энергичные частицы вот как космические лучи в лаборатории в огненске мы не делали такие эксперименты но я могу вот сказать что солнце конечно во первых то что касается до тропосферы влияние солнца это установлено однозначно и скажем радиационная обстановка в околоземном космическом пространстве именно определяется до активностью солнца да это опасность для рамки уже солнечные пятна или вспышки в этом точке вспышки возникают там где солнечные пятна магнитных полях пора да вот и это может привести и дополнительное получение дозы космонавтами и влияние на работу аппаратуры космических аппаратов и нарушение радиосвязи в частности вот и односфера изучает как раз институт земного магнитизма распространения радиоволна я вот считаю что это есть очень хороший детектор в которой аккумулирует все изменения которые происходят на земле интегральное да и мы сейчас вот собираюсь как раз как бы наблюдать за иносферы это через через да и как бы снимать эту информацию и за иносферы и уметь определять какому явлению относится то или другое возмущение в иносфере вот эта вот задача как раз между кстати стоит перед институтом земного магнитизма и его